МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день обстановка стабильная, но опасная. Сегодня относительно было тихо в первые раза долгое время. Не было ночных обстрелов ракет города Николаев областного центра. И у нас нет раненых гражданских по всей территории области. На данный момент сейчас занято около 5%, так тяжело сказать, это не 5% от территории, это 5% от населенных пунктов области. Сейчас оккупировано, это Снегиревка и ряд сел ниже нее. По всему направлению идут бои. ЗСУ успешно продвигаются в сторону юга, скажем так, и отвоевывают назад наши территории. А есть граждане, которые категорически отказываются покидать свои дома в самых напряженных, горячих точках? Есть, но если говорить, то есть села, которые на 90% уничтожены все. Есть многие населенные пункты, где в принципе нет ни одного человека гражданского. Многие прифронтовые населенные пункты мы там даже, ну там, словно принудительно эвакуировали, потому что были там бабушки, дедушки, у которых никого нет, им тяжело, и не наотрез отказывались. Мы их тоже вывезли, потому что нет другого варианта. Кстати говоря, об объектах гражданской инфраструктуры. Мы видели недавно, как были ужасно расстреляны университеты Николаева. Вот по вашим данным, хотя бы в процентном соотношении, сколько уничтожена гражданская инфраструктура города? В процентном отношении тяжело сказать. Скажу, что по области у нас на вчера 7700 объектов повреждены, либо уничтожены, да и маленькие дома частные, и большие университеты, так называл. По объектам образования там порядка 200. Если говорить в общем, для того, чтобы была картинка, то как раз СНБО недавно публиковало, что Николаев является третьим после Изюма и Мариуполя городом по количеству ракетных обстрелов. Господин Ким, вы недавно объявили о том, что Николаев будет закрыт на какое-то время, чтобы выявить потенциальных коллаборантов. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, как это происходит, и кто эти люди, которые готовы сотрудничать с российскими войсками? Смотрите, тему подхватили. На самом деле, это будет отработка города, отработка вместе с военным, касаемо комендантского часа и готовности наших нацгвардий, вооруженных сил, полиции, всех областных парт, работать в таких условиях. К этому же, в этот же период, службы будут отрабатывать адреса, которые у нас есть, как потенциально опасные коллаборанты, коллаборанты и те, кто наводчики. Поэтому происходить это будет в законный способ. Мы собираем базу, которую мы будем отрабатывать. Господин Ким, я знаю, что вы пообещали даже по 100 долларов тем, кто сообщит о потенциальных наводчиках, и вообще как граждане сотрудничают с вами. Вы знаете, писем много. То есть мы отрабатываем там половину, конечно, в сторону, выкидываем, потому что там и спам, и шутки, и всего, что угодно. Но из тех, кто предоставляет информацию, большинство людей, процентов 80, говорят, что нам деньги не нужны, вот данные. То есть они просто вам помогают. Господин Ким, используется ли в Николаевской области обещанное западным оружие? Ну, как? Ладно, используется. Используется. Вообще, в последнее время участились сообщения, что якобы поступают контрабанды оружия из Украины, Европейский Союз. И об этом сегодня заявило издание Дюйчевели со ссылкой на отчет Интерпола. Как ведется в Николаевской области мониторинг поставляемого оружия? Вообще ведется ли, есть ли какие-то наблюдатели? Как это происходит? Я вам скажу, что это не участились данные. Это конкретные люди пишут конкретный вброс российского нарратива. Это полный бред собачий, потому что мы не только не продаем России, мы еще у них забираем вооружение. То есть ни одной единицы вооружения западной не было никуда продано. Это очень жестко контролируется на всех этажах и эшелонах власти. Причем мы настолько открыты, что готовы журналисты ваши, наши, все из Европы. За период войны в Николаеве было больше полутора тысяч журналистов иностранных, и мы их пускаем, аккредитовываем везде перемещаться. Это невозможно физически, и информационный вброс это чистая манипуляция России для того, чтобы эту новость муссировали. Я вам предлагаю про нее забыть, как бредовая, да и все. Комментировать тут даже нечего. Хорошо. Господин Кем, вот хочу немножечко поговорить о ситуации в Молдове, вот недавно в интервью для ТВ8 министр обороны республики Молдова заявил, что линия фронта отодвинулась от границ Молдова, и пока нашей стране прямым образом ничего не угрожает. А по-вашему, вот исходя из ситуации на южном направлении, вы также оптимистичны в отношении Молдовы? Нет никаких угроз? Ну, хорошо. Давайте, знаете, как есть рубежи обороны. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, если между Николаевом и Херсоном на границе идет первый рубеж обороны, то на границе с Молдовой, наверное, где-то десятый. То есть, потому что мы всячески обсуждали, что да, мы зависим от ситуации на южном направлении, но если брать в целом, даже, допустим, вот Приднестровье, да, вы рассматриваете до сих пор это как потенциальную опасность. Может ли Россия задействовать свои войска в Приднестровье, учитывая, что господин Зеленский отдал приказ освобождать южное направление? Ну, знаете, может ли Россия напасть из Приднестровья? Я ответить не могу, потому что я руководствуюсь логикой, а россияне ей не пользуются, поэтому не знаю, может или нет. Рассматриваем ли мы угрозу с той стороны? Ну, безусловно, мы владеем данными, какие там есть силы, но даже резервов, которые в Одессе, там настолько достаточны, что думаю, что вам не угрожает ничего. Хотел, конечно, сказать, что если вы будете передавать и помогать нам оружие, но не буду. Господин Ким, и не надо, правильно делаете. Хочу вот еще о чем вас спросить. В соседнем оккупированном Херсоне вовсю твердят о готовящемся референдуме, он назначен на начало осени, наверное, вам это известно, о так называемом вхождении в состав России. А вот на вас как это влияет, вот вся эта обстановка? Никак не влияет эта обстановка. Во-первых, они три раза переносили референдум, потому что понимали, что это невозможно даже под дулами автомата. Херсон, уникальной области, город, там люди не приняли в принципе ни в каком виде Россию. Это раз. Второе, то, что после переносов они поняли, что референдум даже при российской пропаганде и всей этой машине невозможно будет собрать даже, не знаю, 5% голосов. Сейчас они разговаривают о том, чтобы без референдума присоединиться к России. Соответственно, вывод из этого такой, что они не могут даже референдум обеспечить. Поэтому на нас это никак не влияет, тем более, что наши войска приближаются к Херсону. Уже тренируемся на Антоновском мосту, то есть пути отступления русских. Еще такой вопрос у меня к вам. Естественно, как вы видите завершение войны, участятся ли со стороны России так называемые жесты доброй воли, как это было с островом Змеиной? Если говорить о жестах доброй воли, как это было с острова Змеиной, я думаю, что участятся. Потому что именно сейчас, по-моему, в данный момент в одном из населенных пунктов, где войска наши зажали в Херсонской области, их там, они уже просят коридор, чтобы они могли выполнить жест доброй воли. Ну и, конечно, хочу спросить ваше мнение по поводу заявлений недавнего господина Лаврова о том, что сейчас география спецопераций другая. Вот что можно сказать по этому поводу? Вы настроены решительно, и почему эти заявления как бы не стоит воспринимать буквально? Могу. Первое, то, что этим господин Лавров подтвердил, то, что они здесь шли не освобождать каких-то людей от этого, у них были территориальные претензии, это первое. Второе, помните, как это в служебном романе, да? Вам нравятся сапоги ужасные, значит, надо брать. То есть, если россияне говорят, что мы тут будем нападать, то значит, этого происходить не будет в ближайшем времени. Может быть, он говорил об отрицательных территориальных претензиях, что изменилось в отрицательную сторону. Тут же сложно мне комментировать. А господин Ким, еще хочу спросить у вас, как обстоит дело с распределением гуманитарной помощи, потому что вот я буквально видела, недавно был обстрелен Центр распределения гуманитарной помощи в Николаевской области. Есть ли нехватка лекарств, медикаментов, воды? Как это все происходит? Про небольшую военную тайну. Значит, у нас этих складов не один, их много. Но это был большой склад, и уничтожили запасов примерно около 15-20%, которые у нас были продуктов длинного хранения для раздачи. Соответственно, у нас запасов не на 6 месяцев, а на 5 месяцев. То есть, это никак не повлияет на гуманитарную ситуацию, на раздачу. Мы восполним эти потери. Жаль, конечно, что русские дошли до такого, что стреляют по складам с едой, с памперсами, с детским питанием, но ничего с этим не поделаешь. Нас это огорчает, но не остановит. Мы быстро восполним эти потери. Ну, я благодарю вас еще раз, Гвзиньким, что вы уделили нам несколько минут своего времени. На этом у меня, в принципе, все. И я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в наших эфирах с хорошими новостями от вас. Спасибо вам. Всего доброго. Это была программа «Альтернатива». Оставайтесь вместе с ТВ-8. У нас впереди еще очень много интересного. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова